Доброе утро, страна! Мы продолжаем наш прямой эфир и продолжаем тему цифровой грамотности, которую затронули до рекламы. И прямо сейчас в нашей студии начальник отдела финансовой грамотности Национального банка Юлия Сакович. Юлия, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, я рада вас видеть. Юлия, тема, согласитесь, очень актуальна в разных аспектах. Начнем с того, что пандемия внесла свои коррективы. Мне кажется, интерес всех нас к цифровым технологиям, к мобильным приложениям увеличился. Вот если человек чувствует, что есть потребность у него в такого рода знания, где он может их взять? Как порекомендуете? Не все же есть рядышком люди, которые могут рассказать, помочь? Национальный банк проводит такую политику по повышению финансовой грамотности. Ежегодно проводятся недели финансовой грамотности детей и молодежи в марте месяце. Также ребята могут повышать свою финансовую грамотность на факультативах, в школах. Есть такой факультатив, основу финансовой грамотности. Ежегодно проводится республиканская олимпиада по финансовой грамотности для старшеклассников. Как показывает практика, результаты, например, олимпиады, лучше всего молодые люди ориентируются в вопросах личного бюджета, финансовой математики. Они очень хороши в цифровом банкинге. То есть в тех сферах, которые они могут уже сейчас применять на практике. Да, с которыми они сталкиваются постоянно, в общем. Да, совершенно верно. Да, это случай, когда, получается, яйцо курицу учит. Это я намекаю на то, что, получается, молодежь, отправляясь на эти курсы, какие-то знания приобретает, и потом может делиться с родителями, бабушками, дедушками, да, и вот нести эти важные современные знания. Абсолютно верно. И международные эксперты именно так и говорят, что в вопросах цифровой грамотности тут возложены надежды на молодое поколение. Они могут учить старшее поколение. Тем не менее, скажите, вот сейчас довольно нередкие случаи именно киберпреступности, когда действительно мошенники под разными предлогами их множество выманивают деньги. Скажите, вот на какие стоят маячки обратить особое внимание? Как распознать, что дело именно, речь идет о мошенниках? Да, потому что мошенников страдает не только старшее поколение, но и молодежь, и таких случаев. В общем, все страдают, поэтому обезопасьте нас. Вот прямо сейчас в прямом эфире. Самые распространенные способы мошенничества в нашей стране – это вишинг, фишинг, взлом социальных сетей. Что это значит? Это, как мы все уже, наверное, знаем, звонки по телефону под видами сотрудников банков. Мошенники пытаются воздействовать на наши эмоции и выманивать данные банковских платежных карточек, наши персональные данные. Все для того, чтобы украсть наши деньги. Это вишинг. Фишинг – это перенаправление на поддельные сайты, где мошенники также могут свободно потом получить доступ к нашим карточкам, к нашим данным и, опять-таки, украсть деньги. И взлом социальных сетей, когда звонит мошенник или пишет под нашим, взламывает аккаунты, пишет под нашим именем. И пришли мне, пожалуйста, деньги, я попал в сложную ситуацию. Ну и попробуй догадайся. Какие тут советы? Никогда, никому, ни под каким предлогом не давать свои персональные данные, реквизиты своей карточки. CVC или CVV-код, которые, три цифры, которые написаны на обратной стороне карточки. ПИН-код, те коды, которые приходят нам по мобильному телефону, секретные коды. Быть бдительным. Сразу, когда у вас запрашивается персональная информация какая-то, сразу надо включить критическое мышление, быть осторожным, не поверить. Если вам такой звонок якобы от сотрудника банка, что рекомендуем? Положить трубку, спросить имя отчества сотрудника банка, положить трубку и перезвонить самому. Но даже если у вас высветился на мобильном телефоне номер банка, то лучше по нему не перезванивать, а проверить номер на официальном сайте банка, на банковской платежной карточке, перезвонить по тому номеру. И поинтересоваться. Не паниковать, не слепо не верить смс-сообщениям. Не переходить по ссылкам, наверное, которые приходят вайбер, да, перейдите по ссылке и отплатите. Да, совершенно верно. Везде все, что подозрительно, и не только подозрительно, лучше перестраховаться. Это понятно. Да. Давайте поговорим о новинках, куда же без этого. Да, есть у нас умные браслеты, платежные кольца, например, да, можно мобильным телефоном уже расплачиваться, банковская карточка. Все это очень удобно. Что еще нас ждет в ближайшее время? Да, совершенно верно. Банки в рамках своих концепций клиентоориентированности и для безопасности, они внедряют инновационные продукты, совершенствуют операции. Например, внедряется биометрия при входе в онлайн-банкинг, при пользовании банкоматами, при звонке в колл-центр. Например, робот может распознать вас по голосу, по отпечатку пальцем. И, ну, здесь в основном используется такая многофакторная аутентификация. То есть вас, например, робот узнает по голосу, но и попросит какую-то персональную информацию или кодовое слово. При доступе к банковской ячейке вас тоже могут распознать по отпечатку пальца или по внешнему виду. Ну, и тут же попросит карту доступа. Это все делается для безопасности наших денег, для того, чтобы нам было удобно, комфортно пользоваться банковскими продуктами. Еще просто красиво, мне кажется. Это, во-первых, модно, стильно и молодежно. Кстати, по-второму, молодежно. Давайте напомним про то, что проходит конкурс видеоблогеров, да, поэтому подробности все ищите в интернете. Ну, а мы напоминаем... Да, до 12 марта можно принять участие. Юлия, мы вас благодарим, безусловно, за эту подробную информацию, которую вы нам предоставили. Обязательно приходите еще и пообщаемся на тему. Напоминаем, у нас в гостях была Юлия Сокович, начальник отдела финансовой грамотности Национального банка Республики Беларусь.